У кого есть вопросы? Кто-нибудь хочет о чем-нибудь спросить? У меня один такой большой вопрос о непослушании ученика Масты. I have a question, one question, about not forbidding the disciple to the master. When the disciple does not obey to the master, does not obey to the master. When somebody does not obey to master, and if master says to him, do this and that way, he does another way. For example, one boy loved a girl, and master says, no, you don't love this girl, but he doesn't obey and follow his feelings, own his feelings. If one person doesn't listen to master, then sometimes the other person is in some unpleasant situations. There is an accident, a rope is broken, a leg is broken, a little bit of an accident. What is this related to? One person doesn't listen to, and the other person is in a unpleasant situation. What happens so that somebody doesn't obey, but another person is suffering from this disobedience? What means another person is suffering? How? How? As I understand her, she asked... If he does not follow the master. Yes, if one does not follow the master, but another suffering in this case. He gets suffering, yes? Yes. He gets suffering. Another person. Another person who another person can... He was not talking about suffering. He was talking that, for example, one person is not listening to a master, but live his life as he want. But with it, he has problems in life, for example, an accident on the road, or something like this. And she's asking why. Who are you? So, what is it? So, first thing, I say Buddha are so tall. Buddha, I do say Buddha is still tall. Buddha is tall, fat four types, four types the pupil are sort of, Четыре типа лошадей существует, люди как лошади. Мастер хочет покататься на лошади, он приходит, приезжает из дома, и он знает, что теперь Мастер хочет идти. Он знает, что Мастер должен идти, он должен поехать, он готов. Этот Мастер приходит, садится на лошадь и бежит, начинает скакать. Он ничего не делает, ничего не говорит, сидит на лошади, он просто скачет. Это самое лучшее качество. Полная отдача. Понимает все, что делает, и говорит Мастер. Он знает все его чувства. Если Мастер не делает то, делай не это, он все это понимает. И он ничего Мастер не говорит. Садится на лошадь, он начинает скакать, говорит ему вперед и начинает скакать. Но лошадь не понимает. И Мастер, как владелец, начинает бить его кнутом. Сначала он показывает этот пруд. Он даже не бьет его, он просто показывает. Дел в воздухе палкой свистеть. И лошадь понимает, да, я должна идти. Это второй тип лошади. Третий тип лошади, еще ниже. Мастер приходит, он не понимает. Мастер садится, не понимает. Он свистит в воздухе прутом, а не понимает. И потом он начинает бить эту лошадь кнутом. И тогда он начинает двигаться. И тогда он начинает двигаться. Это муже качество. Как Мастер сказал, что это не? Нет. Самое лучшее качество, что Мастер даже не говорит, но его понимает. И он говорит другим. И номер один качество, что он понимает. Даже Мастер говорит к кому-то, что это делать. Или медитация хорошая. Или этот тип живет жизнь. Он правильный. Он должен быть так. Может он говорит к этому человеку. И этот человек слушает, и все слушает. И для него ничего. Но кто-то лучший качество? Он знает. Тот, который лучшее качество. Он все понимает. Даже если он ему прямо не говорит, он понимает. Мастер говорит ей так. Это должно быть сделано таким образом. Затем я должен быть жизнью. Уже такой жизнью. Уже с родителями. Может быть, разговаривать с моими проблемами. Отопросさ recipient. В машине rewind и отриятий. Я могу быть прямо с кем-то напрямую. Человек качественного мира, он понимает, даже если меня не смотрит, это самая лучшая качественная. Самая лучшая качественная, понимая, что имеет в виду «Делай, делай, делай» и он только начинает делать. Это второе качество. Фулли девоте. Это качество довоция. Фулли девоте. Как в хиндии говорят «бхакт». Это основание. Служение очень близко. Почти рядом. Даже если мастер говорит что-то. Смеясь и говорит о чем-то важном, он понимает, что сказал мастер. Если вы слушаете мастер, often он говорит. Often он говорит историю. Даже шутки. Если вы слушаете мастер, often он говорит историю. Often он говорит историю. И кто-то понимает, что это означает, что он говорит для кого-то. Он сделал это. И кто-то понимает это. И который понимает то что это нормально. И кто-то понимает что это случается это。 Кто-то понимает это Square ещё. This is your story also. Are you talking about any subject? It will happen to you also one day. You will be ready. This is far. Then the second type of people understand, yes, can happen to me also. It is less. Understanding less. So this is second quality. Third quality, more or less, on a cup, sitting on him, making noise, means go, he don't understand, giving him three, four, five, hit, then he understands. He can't move without getting the hit. He doesn't understand. This is third quality. And one is last, one also fourth quality. Very stable. Master comes, sit on him, giving sound, no, even beating start him, four, five, seven, ten, he don't want to move. He doesn't want to move. Master beating, 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 and he says, no, I don't go. Even in last he fell down there and threw the master also down. He says, okay, beat as much as I will not move, so not move. He is also. He is not people like this. People also like that. He is not people like this. He is just saying, zing, 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 zing. Everything goes down. Even Master just pushing and coming, do, they go opposite. They go opposite. They go mostly. Master says, go this way? No, I go this way. Иди этим путем, он идет другим путем. Но такие люди тоже приходят к Мастеру. Все четыре типа людей приходят к Мастеру. Итак, этот четвертый тип людей, вы интересны. Я не знаю, что это происходит. Многие люди приходят, что-то происходит. Мы увидим, что происходит. И они приходят. Я не понимаю, что происходит. Что происходит? Что такое Мастер? Что такое Мастер? Кто-то ума стерк. Такие люди приходят. И много, как 100 curious, 90-х приходят, 10 приходят. 10 приходят, и 10 приходят. И 90 приходят случайно, а 10 приходят не случайно. Они хотят знать, Мастер, это послушать Мастер, что они говорят. Они хотят знать, кто у них. Они говорят, я хочу быть в послушании. 10 остается, 90 приходят. Не прибывая. Вроде третьего типа, это ищущие. Много ищущих приходят, 100 приходят. 50 приходят, 50 приходят. 50 приходят, 50 приходят. 50 приходят не приходят, они не возвращаются. Они ничего не понимают. Я ничего не понимаю. Лучше мне быть там, жить свою жизнь. Целых 50, которые остались, они приходят и медленно-медленно, они потихонечку начинают медитировать. Лавы – это медитаты. Лавы – это медитаты. Они начинают становиться любящими. Медитация начинает старт в них. Аверситет начинает чувствовать это осознание. Они делают это осознание. Насыпают больше и больше медитируют. Они делали каждый день, но не всегда, не каждый день. Когда вы получили саньясу, я сказал, что каждый день один медитация минимум. Я могу оставить все вещи, но медитация. Ничего другого надо делать, кроме медитации. Это медитация. Но все еще медитация. И четвертая качество. Если 50 медитаций случилось, 10 летят, 40 летят. 40 летят с Мастером, потому что они знают. Они общаются с Мастером. Они общаются с Мастером. Они общаются с Мастером. Они общаются с Мастером. Они следующий момент. Затем, потихонечку медитатеры переходят в преданное. Девоцией. Девоцией означает «Да». Да, Бабхуан, да. Просто. И Девоцией можно сделать? Мастер сказал «Да». Что бы не сказал Мастер, он говорит «Да». Говорит туда, иди. Он говорит «Да». Оставайся в комнате. Он говорит «Оставайся в комнате». Мастер сказал «До». Сказал Мастер, он это делает. Мастер слова, как Господь слова. Слово Мастеру, как слова Бога. Он готов закончиться этой жизнью. Слово Мастера может быть любовь. Уб choose любую любовь с любовью. А последнее, сHY eh т Como c'est. Всего с assisting вами. ПLook из! Разные. И другой, sacrificing. Сушит In言ого. Н Erico Вем — Dáil. Убей и не ухо. Как минимум ничьborного. Если в мире все эти люди говорят, что Мастер плохой, что Мастер это, 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 это. Он знает, его сердце знает. И все так важно. Что бы Мастер не делал, не имеет значения. Как ты разговариваешь, как ты ходишь. Он не имеет значения. Он is touching with being to being. Он is devotee. И когда кто-то становится devotee, он не будет отсюда. Он всегда будет. Он не имеет значения. Till last, last moment. Which day he become Bhagwan. Which day he become enlightened. That day, till that day, he's very close, almost one. Almost one start. And in surrender, in devotee, he, slowly, slowly, he going away, Master much living in him. He always master energy in him. He walking like a master, he talking like a master. Like a master is there, he almost not. He becomes slowly, slowly like a medium of master energy. Master flow through this person. Very devotee. So, this devotion happens. So, these four types of people also. So, first quality house, like surrender. Second quality house, like meditators or lovers. Third quality house, seeker. And now he starts searching. And seeker, not understand anything. He is listening in, but he does not touch his being. He does not touch the being with Master. Only mind. Words to words, understand. Mind to mind. Mind satisfied. Sometimes he is listening, listening, and he is sometimes coming, touching the house. And then he is becoming a lover. So, this is third quality. And fourth quality, you know. Very stubborn. Even Master says, do this thing. He never do that. He says, go, go. I want to run, ride. And he does not go. We don't want. If Master does more force, he just fell down. Let, take it. When I go, I drop you. And do also this type thing. Some horses, you know. It's like this. And people. They are very stubborn. Beating, beating, beating. You know. And even fell down. Uh-huh. And even fell down. And even fell down. Beat me as much as I don't go, so don't go. What do you want to do? What do you want to do? This type of horse? Everybody like this. Some dogs like this. I know. When I was beginning in Manali giving satsang, Often dogs around and day, one big dog, and I everyday come. Satsang is the dog, and he comes. I sitting, and he comes. And he goes under my chair. And he goes under my chair. And he goes under my chair. And he just went there to sleep. And I said to... Я просил, чтобы его убрали, но люди хотели убрать его, но он упирался и хотел уходить. Люди волочили его, а он лежал. Я не буду. Он любил их энергию, но он очень стабильный. Он очень сильный, очень большой, большая. Но он не делает ничего с никому. Очень слабый, очень любящий. Он любил их очень много. Но только когда он приезжал в сад санк, сад санк закончился, то иди. И тогда никто не увидел. Только в сад санк он приезжал. Только во время сад санк она спала, а потом просыпалась, когда закончилась сад санк, и уходил в другую деревню. И каждый день из этой деревни приходила сюда. В одно и то же время. Была очень чувствительная санк. Но в то же время глупая. Никто не мог выгнать ее. Есть ли? Такие четыре типа людей. И все эти четыре типа людей собираются вокруг Мастера. Завраясь внизу. Ни дпарху христа может бесконечно. Но все это каждый приезжал. В Некоторые известны, некоторые жалуют, некоторые задают персональные, личные вопросы, что мне делать, куда пойти, как поступить в таблидном случае. Делай, делай. Некоторые даже пытаются сажаться со мной. Мне не надо это делать. Некоторые ему говорят, что я тебе не сказал, что ты сегодня не будешь делать. Когда мастер что-то говорит, есть люди, которые понимают тебя и понимают, что нужно делать. Если не слушаешься, то это плохо для тебя. Но мастер никогда не хочет вмешиваться в вашу жизнь. Он хочет, чтобы вы были свободны и не хочет ограничивать вашу свободу. Некоторые очень нуждаются в мастере, они приходят, и они следуют его указанию, его советам. И они говорят, что делай это, но тот не делает. Мастер говорит, что это делает, а тот не делает. Это очень-очень неплохо. Ты как будто разрезан внутри, ты в стороне, ты разделен. Одна сторона хочет быть смыслом, другая сторона не хочет быть смыслом. Ты как разделен. Все у тебя перепуталось, разрушено, раздельно. И этот разделен не будет хорошо. Это не право. Так вот. Но четвертая сторона, лучшая сторона, он тоже не нужно говорить. Кто это первый? И тогда он не говорит. Первая сторона, он не говорит много. И четвертая сторона, он тоже не говорит. Первым типом людей не нужно ничего говорить. И четвертым типом людей ничего не нужно говорить. Первый говорит без моего, без того, чтобы я не говорил. Он хорошего качества у людей. Возможно, он не хочет, тело не хочет, но... Мастер знает. Мастер знает. А люди последнего четвертого типа, они никогда не понимают, никогда не делают. Им даже не нужно говорить. А второй, третий тип, они чем-то похожи. Второго типа почти такой же, как и первого типа. Но ему нужно быть ближе, ближе к мастеру. И тогда он начинает понимать. И ему говорят, и он это делает. Но это тоже не хорошо. Это очень хорошо, когда мастер появит, он должен это тогда делать. Что-то не решил. Он нет интереса. Он не хочет ничего с вас. Он не хочет больше. Он не хочет ничего с вас. Он, а он, а он всё tasks, умеет. Он даёт более доволен. Он не хочет никакого. Он будет окружение. Он будет больше повредом, информированными. Он хочет более на ночь. И он счастлив, когда Мастер сказал тебе, делай это, делай это. Мастер страдает. Многие люди, в целом, не говорили. Он не беспокоит. Даже люди говорят, что делать? Говорят, что ты хочешь делать. Он не интересуется. Его любовь, его доверие разрушила каким-то образом. Таким образом, он сделает это. Таким образом, это не хорошо для мастера, которые не следуют полностью с Мастером. Это такой тип учеников, которые не полностью следуют за Мастера. В любом случае, есть люди, которые близко не понимают его. Есть люди, которые близко не понимают его. Потому что, когда ты живешь близко к Мастеру, это значит, что ты должен идти с ним. быть близко к Мастеру. Следуйте. Действовать собесного. Мастер хочет, чтобы он ушел и проснулся из него. Мастер хочет, чтобы он ушел и проснулся из него. Часто Мастер проверяет, тестирует, есть ли его доверие действительно настоящие, или полное доверие. Он проверяет его. Ушел тестировал. Ушел тестировал, провел многих своих учеников. Особенно он, когда приходили все ближе, ближе к Мастеру, он больше их проверял. Он сказал, больше, больше, больше делал, если они уйдут. Смешешь ты справиться или не сможешь? Полностью ты в отдаче или нет? Многие люди были проверены такими испытаниями. Много таких историй, рассказов. Он испытывал того, другое. Один ученик совершенный, а другой нет. Если он не проходил испытания, он падал. Мастер хочет знать, действительно ли он предан тебе, этот ученик. Он говорит, я люблю тебя. Хорошо. Я испытаю, я проверю тебя. Когда время придет время, когда мы посмотрим, насколько ты предан и любишь. Он говорит, нет, я очень предан и любишь. Зачем ты меня проверяешь, испытываешь? Он говорит, иди туда. Я проверяю, насколько кто готов. Кто, насколько становится умудренным, зрелым. Первое, что говорит, мастер, не подходите ко мне близко. Очень близко не подходите. А если вы подойдете ко мне очень близко, если он приходит, и он не может перейти, он не перейти. И он просто начинает пить, лучше он будет там. Могут начаться различные процессы, поэтому я говорю, будь немножечко в отдалении от меня. Ты хочешь подойти ко мне? Я говорю, стей там. Оставайся дома. Не приходи на сатсанги. Будь одиноким. Оставайся в одиночестве. Сатсанг нужен, но это как воспитание. Они уже очень связаны. Они уже очень связаны. Они уже связаны. Они уже связаны. Они уже связаны. И уже связаны. Никакой разы. Но люди не понимают. Если я говорю, кому-то. Не приходи на сатсанги. Стой там. Оставайся дома. Когда я чувствую, я тебя позову. Если он придет не понимает, он говорит, что мастер почитает. Это правильное для меня. А если человек не понимает, идет в бар, пьет, пиво, пиво. Говорит, мастер, не любит меня. Мастер, не любит меня. Мастер, я не нравлюсь, я пью. И если кто-то там, дайте эту информацию. Я сейчас очень плохой. Я как преступник. Мастер просто испытываю, проверяю. Истинна ли твоя преданность, твое доверие? Я 15-11 лет с ним. Я все знаю. Я все делаю вокруг мастера, для мастера. Нужно иметь такие же вещи, которые стоят. И им тоже говорят, стой, оставайся там. Я проверяю их доверие, есть оно или нет. Этот человек все равно пришел на сатсану, и спрашиваю, есть этот человек здесь или нет. Вот он и говорит, иди вам туда, не сиди на сатсану, и уходи отсюда. Я его метатываю еще больше, больше еще испытываю, еще больше. Все больше проверки. Все больше испытываю. Потому что, когда этот человек приходит, Мастер говорит, 5 дней нет сатсану, сейчас сатсану. Очень рады, очень рады. Сдненько, он приходит на сатсану, и говорит, иди туда, иди в Чауди. А затем наблюдает, что дальше происходит. Разозлился ли, в плохом настроении, понял и понял. Очень хорошо, все понимают, что да, Мастер прав. кто я должен понять, это право или не прав. Я не знаю. Он знает все. Как я могу сказать, что он не делает хорошо, он не прав. Как я могу сказать, что он не прав или не прав? это хорошо или это плохо. Я не могу так говорить. Что происходит в России? Я тебя пущу. Смотрите. снижай. 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 Мне надо показать себя, где ты. Снижай. начал бить или дал пощечину и разозлился и выкинул вас и сказал бы никогда не возвращайтесь. Но мастер никогда этого не делает. Мастер делает что-то. Битье мастера – это самое большое благословение. Мастер бьет вашу отрицательность, очищает вашу осознанность. Но если тот человек не понимает, он начинает. И у него всегда есть палка рядом, здесь лежит. И он может вначале бить этой палкой. Он может побить и выкинуться. Уходи. Ну, приходи. Кришна бился. Даже убивал на то, что бил. Он всю жизнь он убивал кого-нибудь. Он был самым большим убийцей. Кришна всю жизнь убивал его. Убивал его эго. Это был его работа. Убивал его. Убивал его черта. У каждого есть. У каждого есть. Убивал его потерпев enfermedет. Мастер такой, который будет? Он может быть не физ MIKE Сохранником. Но в обществе никто тебя не выкидывает, не выбрасывает. И все целые мать в действительности не злы на людей, они могут ударить, могут даже связать веревками ребенка. Но это ради блага ребенка. Каждый ребенок испытывал. И ребенок это как масло. И это масло, как заберешь его, как ты его слепишь, так именно и будет. Каждый день мама взбивает это масло. И потом мама знает, что ты ешь. Нет, я не ешь. Мама говорит, что ты ешь масло. И даже масло есть в руках. Нет, я не ешь. Я знаю. И потом она говорит, что я тебя срежу. Теперь ты не можешь двигаться, и я вижу, как ты ешь масло. А ребенок съедал это масло, куда бы она его ни ложила. Она говорит, почему съела это масло? Он говорит, что у него на губах осталось это масло. Тогда она его связала. Он был очень красивый, очень инноцентный. Все люди хотят видеть. Ха! 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 Тоделую ребенку, могли взять, погулять с ним. А мама в это время очень понравилась. Дев ajudar ребенку, что с ним. А он сидел, плакал, заберите, не заберите, мы его забирали, без дома. Идите, она привязывала его к столбу. Чтобы ребенок не уходил, она его привязывала к столбу на определенные веревки, длины веревки, чтобы он не уходил дальше этой расстоянии. Отец может быть земли, но это ради вашей, ради ребенка, чтобы он был правильным, все дело правильно, чтобы он был образован, соблюдал правила. Ты можешь делать все, что тебе хочется. Но если ты сделаешь то, что противоречит правилам, тебе надо просто убить. Допустим, на работе тебя могут выкинуть из уха себя, если ты делаешь против правил что-то. Если даже спишь, если ты спишь на работе, все задачи будут. Потому что ты делаешь против правил что-то. Если ты спишь, если ты ешь на работе, то ты же плохо или на Бога. Если ты можешь быть, как ты любишь, кто может понимать тебя. Кто может понимать, что иногда случится мне, иногда случится тебе. Ты можешь кричать, кричать, кричать. Пойдете в бар или в ресторан, там будете сделать на вас свидетельство. Смотреть, какой вы странный. Могут вас даже отрекать смешедших. Мастер, как мать. Любовь мастера, как любовь матери. Гнив мастера, это как гнив матери. Только ради вашего волшебства. Я иногда показываю, насколько я в гниве. Мастер может быть в гниве. Не может быть такого, чтобы мастер был зол. Удивляетесь? Я знаю. Когда Ошо приехал из Пуны, то там, в целом городе, обращаясь. Семь-вы, сомнадцать, сомнадцать, в том числе, астер, в том числе, в том числе, Высошел в прутье, потому что полиция должна быть там, а так далее закончена. Потом много полиции, и потом что-то случилось, и они вернутся. И два дня после этого случился комиссионер, глава города. Если рассказать о Сочи, когда он вернулся в полную, почему-то все люди были против него, захотели даже, чтобы не убить его. Все были против, были все в негативе. Но полиции комиссионеры пришли, он мог бы залить асрам, он мог бы ослабить, он мог бы сделать все, что он сказал, это будет происходить. Что происходило, когда Оша был в гневе, когда Кришна Он был в гневе, что происходило с людьми, как он поступал с людьми, он мог выгнать Оша накричала на кого-то И было такое, что когда Оша сильно разозлился, выгнула какую-то женщину из комнаты, сказал мне, когда она приходила в мою комнату Он накричал на меня, накричал на весь офис Вы все тратливые, глупые Ни кто не может ходить в мою комнату без моей позиции, без моего разрешения Никто не имеет трава входить в мою комнату У него в руках были какие-то документы В этот момент, когда все, кто его видел Они увидели человека, который полностью в гневе В настоящем гневе Если я хочу, говорю, Оша, я выгоню всех из-за шаги Мастера действительно могут такое сделать Если у кого-то большой эго, приходит с большим эго, он может С ним жестоко поступит Все знают Гурджиева Один человек был с этой стороны него, другой с этой стороны Переговаривались Он говорит, когда они вышли оттуда Какой любящий Гурджиев Один говорит, а другой говорит, да не он говорит, он как дьявол Вот он разговаривал с двумя людьми, один с одной стороны, другой с другой стороны И у одного одно впечатление сложилось, а у другого другое впечатление И у одного показался как Бог, а у другого как дьявол Мастер может быть разным Он может быть очень любящим Если только любовь, любовь Например, как вчера Этот ребенок Когда мы здесь показывали танец Он бегает здесь между ними Он хотел получить внимание в себе Пусть все О, его Такой переговаренный ребенок Всего он любит Он никому не мешает Все даже поведения из клана Нет, это не с Была Никто не Fun factраивает не с ней Всего они боятся Все другое Как у друга С пары Если вы правы, вы делаете все, но это ничего не уйдет. Вы понимаете, что у вас нет врагов. Вы уважаете друг друга, вы знаете, кто что хочет, что я хочу, что я хочу. Люди, что я делаю, это для тебя. Общество понимает этих людей, общество понимает ребенка, которые бегают, обращают на себя внимание. Это правильный людей. Все для друга учатся. Все для друга учатся. Все для друга учатся. Будет в мед-хоус. Будет в мед-хоус. Если каждый представить, как ему хочется, то здесь будет очень много сумасшедших домов. Если кто-то будет кричать, кто-то будет танцевать, кто-то будет петь, какие-то действия производить, кто-то будет спать. Каждый в своем мире не заботится о других, что они, как они. В мед-хоусе никто не коммуницирует, не общается. Все, что они чувствуют, они об этом говорят в сумасшедшем доме. Они довольны, они радостны. Если посмотрите на сумасшедших. Невозможно сохранить спокойствие. Островяют все, что они хотят. Все, что они хотят. Это не важно, что они думают, что они не чувствуют. Он не любит, что они думают. Не так. Немного SCADNY. Они говорят, что они любят. Они справятся сам за собой. Они живут вместе. Но действительно, они одинаковые. Но в обществе есть свои определенные правила, вы даже не заберете эти правила. Если вы будете творить, что попало в обществе, у нас его кинет. А дома что хотите, то и делите. Таким образом, мастер ничего не говорит вам, но если он что-то сказал, нужно следовать его указаниям, то, что он говорит. Если вы не следуете его словам. Это будет беспорядок. Мастер хочет, чтобы вы были одним, целым. И если вы этого раздельнули, у вас начинается внутренняя Он хочет, чтобы вы были целыми. Эта энергия будет внутренняя. Эта энергия будет внутренняя. Потому что мастер не хочет следовать. Мастер всегда хочет следовать. Мастер всегда accept, да. Понимаете. Мастер означает, Вы чувствуете своим сердцем. Вы чувствуете его сердце. Он возле твоего зона. Если вы в любви, он тоже в любви. Вы понимаете друг друга. Вы не здесь. Вы здесь. Вы становитесь один. Но если вы чувствуете ум, я буду идти через ум, то ваши умы не понимают друг друга. Это как две города, которые друг против друга. Один говорит одну вещь, другой говорит другую вещь. Вы говорите оба. Но вы друг друга не слышите. Говорите, говорите, выбрасывайте все зло, свой гнев, но никто другого не слушает. Не происходит слышание. Не происходит слышание. Это борьба. Это борьба. А если один в хорошем состоянии, а другой в зло, то тогда более-менее хорошо. И если он прав или наоборот не прав, то вы придете к сознанию, вы придете к пониманию, к взаимопониманию. Таким образом Мастер. Вы видите? Первый номер, второй номер, четвертый номер, четвертый номер. Где вы? Мастер общается неедино со всеми этими четырыми типами. Вы здесь сидите, и все эти типы людей здесь присутствуют. Первый номер, второй номер, четвертый номер, четвертый номер, четвертый номер. Все эти типы людей здесь присутствуют. И так должно быть. Таким образом. Хорошо?